13.06 в Кирове, это программа «Особое мнение», и у нас в эфире руководитель Кировского отделения Всероссийского народного фронта Роман Титов. Роман, добрый день. Добрый день. День на самом деле добрый. Погоды замечательные стоят, честно говоря, радует этот май. Надеюсь, не только меня, но и всех. Да, прекрасная погода, чудесная жарка и солнечная. Очень хорошо. Мне кажется, в конце недели уже и купаться можно будет первым желающим. Но мы сейчас будем говорить на другие темы. Прежде всего, конечно, мне бы хотелось, чтобы мы прошлись по состоявшимся в Кировской области праймерис, в которых ты принимал участие, и мы об этом говорили. Оцени, пожалуйста, результаты этих праймерис. Ожидаемый вариант получился? Значит, начнем с Госдумы. Смотря о чем говорить. По Госдуме, да, вариант ожидаемый. То есть, кто как поработал, тот так, честно говоря, и заработал. То есть, кандидаты, которые компанию начали сильно загодя. То есть, Рахим Азербович, который плотно очень работал по округу, это премьер такой классической, я бы даже сказал, наверное, американской компании с большим использованием медиа, с баннерами, с постоянно меняющимися. Это красивая компания, и человек здорово вспахал северный округ. Действительно, результат сам за себя говорит. По югу, ну, у меня вопросов не было, даже когда приезжали год назад, полгода назад с опросами политологи из Москвы, с которыми там время от времени приходится общаться, там для всех очевидно, что узнаваемость Олег Дыриановича по южному округу очень большая. Я все время сам делал социсследования, большой количественник как раз по Южному округу. Его помнят с 2003 года, еще с достаточно яркой компанией губернаторской, поэтому для меня результаты были прогнозируемы до того как. Причем прогнозируем по объективным показателям, а не просто потому, что вот смотрите, там все предрешено, нет. Меня, честно говоря, там порадовал свой результат, потому что я участвовал, мне просто было интересно, скажем так. Я не член партии «Единая Россия», я вообще беспартийный, мне было интересно поучаствовать в самой процедуре, тем более, чтобы участвовать в выборах от любой другой партии, мне надо строить долгие отношения, возможно, формировать партийную кассу, еще что-то. Я к этому не готов, извините. Я решил поучаствовать и получил позитивный опыт, то есть получить 30% голосов по 106-м избирательному округу, вот с нуля. То есть у Валенчука 69%, у меня 30%, с нуля совершенно. Мне кажется, это хорошо, это определенный запрос на, не то, что я хорошо, прям супер отработал, запрос на смену элит, на смену лиц. И по списку, слушайте, ну, то, что мне удалось обойти Алексея Максимовича Ивонина, то есть персона медийная, очевидно, намного чаще меня появляется. Возглавляет САК Собрание. Для меня это результат. То есть буду ли я двигаться в этом направлении в дальнейшем? Да, буду. Если говорить по тройке выборов, по партийной тройке по списку Быков, Ульянова, субсидателем регионального штаба ОНФ и Котлячков, на мой взгляд, тоже результат абсолютно реалистичный. Почему? Потому что у этих людей... То, что Владимир Васильевич получил больше голосов, это реалистичный вариант. Это ведь вопрос не столько повестки, потому что это еще не выборы, да, это не конкуренция, собственно говоря, политических партий, это вопрос узнаваемости. Очевидно, что у Владимира Васильевича узнаваемость высокая, и люди голосовали за людей знакомых. То, что Гурьяна узнают работники бюджетной сферы, работники сферы культуры, то, что она порой из районов не вылазит, с мероприятий, посвященных библиотекам, культуре, тоже очевидно. Котлячкова, ну, покажите мне селянина, который не знает Котлячкова. То есть я эту тройку для себя, там, еще на уровне дебатов, как-то вот и прогнозировал. Зачем тогда я участвовал, если там были реально сильные оппоненты, как раз, там, знаете, там, себя показать и других посмотреть, вообще процедуру оценить. Ну, ты обозначил уже, что ты будешь дальше двигаться в этом направлении, поэтому, конечно же, понятно, почему ты понимал. Да, то есть я попробовал свои силы по седьмому округу. Это Слободской округ, наверное, один из самых тяжелых вообще в Кировской области, тяжелый для единой России. Потому что традиционно там последние выборы выиграл, там, вообще сильная позиция ЛДПР. Последние выборы депутатов ЗАГС Собрания в одиннадцатом году там выиграл Николай Дубровин с достаточно разгромным результатом. Мы с Николаем знакомы лет шестнадцать, у нас хорошее, доброе отношение, и, честно говоря, я воспринимаю грядущие выборы в ЗАГС Собрания как реально интересную конкуренцию идей. Чем больше людей заявится на этот округ, пусть мои оппоненты приходят, я буду просто рад. То есть компания, думаю, будет открытой, честной, а дальше кого люди выберут. То есть просто интересно. Я там, в свою очередь, думаю, что если там доверят, то я для округа сделаю максимум. Мы сейчас занимаемся темой дорог для Слободского района, потому что, знаете, федеральные средства заходят в регион, вопрос с определением между муниципалитетами, и я уже себя пробую, пробую такие силы, пробую себя в роли лоббиста территориального определенного. То есть чтобы помочь району, помочь городу Слободскому получить дорожные средства, и одновременно, о чем меня прям попросили, обеспечить контроль над расходами этих средств, потому что вопрос не в средствах, не в деньгах, собственно, вопрос в том, что на них будет построено, и какого качества эти объекты будут, какого качества будет дорожное покрытие. Поэтому будем работать вот так. То есть опыт интересный. В день праймерис я не вылезал с участков, люди шли, было интересно. Там я приходил, смотрел, как голосуют, ездил по району, было приятно на самом деле. Даже после того, как люди выходили с участков, узнавали, подходили, общались, какие-то проблемы собрали. Никаких нарушений там подвозов, там еще что-то просто не было. Я хотел про это спросить, потому что известно же, что в России были нарушения, и об этом заявляла Элла Памфилова по пресловутому округу Парвихи, с явками и адресами, где регистрировали избиратели и прочее. То есть у нас, ты считаешь, по крайней мере, то, что ты видел, не было нарушений. А почему, кстати? Это вопрос, на самом деле, знаете, такой вопрос, опять же, конкуренции внутри элит. Я не первый раз в эфире говорю, что у нас достаточно короткая скамейка запасных. И, к счастью, может быть, к счастью для тех, кто претендует на место власти, к сожалению, потому что ротация осложнена. И сегодня все политические партии испытывают дефицит кадров, дефицит лиц, потому что старые мастодонты уходят, а новых людей просто не хватает. Есть регионы с крайне высокой конкуренцией элитной. То есть, к примеру, Свердловская область, где моя коллега Жанна Рябцева не вылезала ночь из полицейских участков, у нее наблюдателей задерживали, были нарушения, по которым там сейчас ведется работа. Там реально были предельно жесткие праймы с использованием технологий за грани. У нас этого не было. Договорились как-то с самого начала все сделать открыто. И чисто. Просто чисто. У нас есть вопрос на сайте по этому поводу к тебе, от слушателей. Егор Анатольевич пишет. Складывается впечатление, что в будущем ОЗС у нас будет представлена одна партия, Единой России. Как думаете? Да и в Госдуму тоже. Мое мнение, мое частное мнение как физического лица стоит в том, что следующее ЗАГС собрания будет двухпартийным в основном. Не в силу ресурса или чего-то прочего, в силу ряда факторов. Первое. Если вы посмотрите, то список Единой России по округам и по спискам окруженным, и по округам очень серьезный. То есть есть немалое количество новых лиц. Мобилизация прошла, ну, Единой России лучше пока других конкурентов. Идет падение, по моей информации, рейтинга «Справедливая Россия». КПРФ, это будет второй участник следующего парламента, разумеется. Это уважаемая политическая сила, которая обороты не сбавляет. И которая способна выставлять сильных кандидатов. ЛДПР тоже проблемы с рекрутингом людей, ну, я вижу, очевидно. Поэтому я считаю, что представительство ЛДПР «Справедливая Россия» в следующем парламенте снизится. КПРФ позиции свои как минимум сохранит. Но Единая Россия усилится за счет «Справедливая Россия» и ЛДПР. Объясни, пожалуйста, почему это происходит? Ты говоришь о плохих делах с рекрутингом. То есть, это что значит, что федеральные штабы этих партий, ЛДПР и «Справедливая Россия» прежде всего, мы уже не говорим совсем о яблоке даже, да? Они потеряли интерес к Кировской области. Ведь как поставят задачу, так она и будет исполняться. По Единой России задача была поставлена, это очевидно, и видно, как она исполнялась успешно. А что касается «Справедливая Россия» и КПРФ? Мне на самом деле сложно говорить, потому что, по большому счету, и «Справедливая Россия», и ЛДПР, и КПРФ находятся в более-менее близких условиях по финансированию из федерального бюджета. Вы знаете, что эти партии получают от миллиарда рублей в год на финансирование текущей деятельности, как парламентские партии. К примеру, КПРФ там 1 миллиард 300 миллионов. То есть, ресурс для рекрутинга, для проведения своих праймерис, к примеру, он есть. И КПРФ, вот посмотрите, на сегодня КПРФ явно ведет политику обновления. То есть, даже на баннерах в городе, которые размещены, мы видим свежие новые лица. То есть, идет работа с молодежью. Я видел тут листовки, как раз ориентированная молодежная аудитория, там девушка и молодой человек в красной одежде, такие, знаете, хиповые, грубо говоря. Молодой человек на Ильича похож, причем. То есть, работа с этим ведется, справедливо, Россия просто, ну, извините, там, сужает свою ресурсную базу. Не понимаю, почему делаются какие-то, на мой взгляд, ошибочные технологические ходы. К примеру, вот накануне ПРФ была листовка по капремонту, размещена, специальна с одной из городских газет, что вот посмотрите на лица депутатов ЗАГС-собрания, которые голосовали за регионами закона капремонта. У меня только один вопрос. Вообще-то, этот закон принимался для приведения в соответствии с федеральным законодательством. Это не инициатива депутатов, это обязанность была привести местное законодательство в соответствии с федеральным. Мы чего им подъявляем? Кризис идеи очевидный, мне его сложно объяснить. Я знаю, что сейчас Россия все же пытается привлечь на свою сторону ряд ярких персоналей. Например, каких? Не буду называть, потому что это их личная тайна, но, скажем так, это депутат нынешнего ЗАГС-собрания, достаточно яркий и вступивший в свое время в конфликты со своими фракциями. То есть я двоих человек знаю, с которыми переговоры ведутся, их фамилии, они слишком известны, что-то называть. Удастся? Хорошо? Нет? Ну, я не верю в шансы. Сейчас перерыв на короткую рекламу, через полторы минуты вернемся. Напоминаю, что это особое мнение Романа Титова и руководителя исполкома регионального штаба ОНФ ответить на ваши вопросы через полторы минуты. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. В гостях у нас руководитель исполкома регионального штаба Всероссийского народного фронта Роман Титов. Мы продолжаем обсуждать праймерисы, выборы. Я хочу тебе сделать комплимент. Ты очень интересно рассказываешь про праймерисы. Хочется прямо действительно поучаствовать и посмотреть, как это все выглядит. Но на самом деле, ты помнишь, я не зря об этом говорю, что я не делаю ни в единую, ни в сторону в единую Россию, реверанс, ничего. Просто мы говорили в прошлом году и вообще не один год о том, как скучно проходят у нас выборы. Что у нас не идет никаких особых предвыборных кампаний. Нет обсуждений. Посмотрите там, да, та же Америка, по типу которой делается праймерис. Вот у тебя тоже есть такое ощущение, что пошло какое-то движение, и это правильно и интересно. Да, более того, с учетом того кризиса кадрова, о котором мы говорим, который, ну для меня он просто очевиден, нехватка лиц в уважаемых других партийных организациях, зачем говорить о том, что вот какая Единая Россия плохая, провела свои праймерисы, типа, что это за подсуды, вы проведете свои, к вам придут новые люди, если вы откроете двери, которые не хотят вступать в вашу партию, которые, может быть, расходятся с вами по каким-то позициям, но которые готовы принять участие в этой подсуде. Причем Единая Россия праймерис первый раз в 2007 году провела, а на сегодня есть четыре модели разной степени открытости. Вот сейчас мы по первой модели проводили, это максимальное представительство людей. Это рекрутинг нового актива, это предварительная работа с избирателями. Ведь никто же не запрещает на средства партии так же точно арендовать помещение, так же точно проводить. Вот, и тут вопрос как раз в средствах, в деньгах. Антон на нашем сайте тебя спрашивает, по поводу праймерис, а за чей счет праздник и известны ли бюджеты? Мне бюджеты неизвестны, праздник исключительно по договорам соответствующим, которые заключены были по всем участкам и договорам, которые были заключены, договоры ГПХАС, с людьми, которые занимались обработкой, все идет за счет средств партийного бюджета. То есть, опять же, уточню, что все парламентские партии получают финансирование существенное из федерального бюджета, их никто не ограничив в сборе средств пожертвования, грубо говоря. То есть, поэтому Единая Россия здесь, ну, абсолютно в равном положении с всеми другими организациями. У всех есть эти средства из бюджета, которые являются на противные деньги. Ну, не совсем все-таки в равном. Просто, ну, размеры разные этих бюджетов. Но так или иначе, не, понятное дело, что какие-то агитационные материалы кандидаты там могли делать за свой счет. Это не агитационные, даже тут неправильно, потому что период агитации еще не начался. То есть, это материалы, которые... А что, они не выглядят как агитационные? Ну, это формально, по закону, это не агитационные материалы. Но выглядят именно так? Это приглашение к участию, грубо говоря. Вот, то есть, разумеется, никаких средств бюджета впрямую, там, быть использованы не могло. Это нонсенс. Но я думаю, что есть люди, которые темой заинтересовались, которые какие-то проверки инициировали. Если там судить по публикации в интернете, ну, с интересом будем ждать результатов. Давай вернемся еще раз к тем кандидатам, которые набрали максимальное количество голосов в праймерис по Госдуме. Шансы Владимира Васильевича Быкова на прохождение в Госдуму, прошу тебя оценить. Давайте смотреть на эту ситуацию абсолютно объективно и отвлеченно от личного фактора. То есть, вопрос в объединении территориальных списков. Да, Владимир Васильевич идет по списку. По списку. Но суть в том, что список Кировской области, он не пойдет, грубо говоря, монолитом. У нас избирателей не так много. Будет объединение. Вопрос с кем? И это ключевой вопрос. Либо Кировской области объединяются в Дмуттии, будет там единый межрегиональный список. Либо Кировской области объединяются в Дмуттии и Пермию. Либо с Пермию. И это вопрос дальше тяжеловесов, которые пойдут от этих регионов. То есть, к примеру, знаю, что в Дмуттии есть там Исаев, видный единоросс, который точно будет претендовать на лидирующие позиции. В Перми тоже есть федеральные мастодонты, которые, грубо говоря, там хотят пройти в Госдуму. Не люблю эту фразу, там время покажут, но, к сожалению, пока оценивать шансы, вот просто исходя из неясности конфигурации, просто сложно. Ну, реально, там, это зависит, еще раз, не от, там, фактора личности, хотя там узнаваемость у Быкова по региону есть, безусловно, это зависит от той конфигурации, которая сложится перед выборами именно по спискам Единой России. Да. Вот еще это тоже касается выборов, по крайней мере, человека, который к выборам всегда имел непосредственное, самое непосредственное отношение. Мы сейчас поговорим об уходе Ирины Верзилиной, которая долгое время возглавляла областную избирательную компанию, комитет. Вот сейчас прошло, как я скажу, 23.05, да, буквально на днях, она объявила об уходе с этого поста по собственному желанию. Что это такое? И это накануне выборов. Я думаю, здесь вопрос не кануна выборов, а вопрос окончания сроков полномочия Рентгенадьевна на действующем посту. У меня нет детальной информации о причинах, которые побудили принять такое решение, поэтому есть только мое предположение, что связано с тем, что так называемые золотые парашюты, но не в плане выходных пособий, а в плане тех средств, которые будет человек получать при выходе на пенсию, они все равно будут в ближайшее время ограничены окончательно. То есть, да, есть определенное сопротивление ЗАГСа обраньян, но есть четкая позиция федерального закона, есть позиция прокуратуры. И я не исключаю, что Рентгенадьевна просто оценила ситуацию и приняла решение, что, наверное, правильнее было бы уйти сейчас, но сохранив определенный бонус. Это мои мысли, я никак не могу их ни подтвердить, ни оправданить. С Рентгенадьевным я эту тему не обсуждал. Мы не общались порядка года. Есть ли уже сейчас, может быть, тебе известный кандидат? Нет. Следующий вопрос. Сразу два, что уж говорить, мастодонты, действительно, нашей городской администрации. Это Павел Кошкин, который возглавлял дирекцию дорожного хозяйства, и Геннадий Якимов, замглавы городадминистрации, покидают свои посты. Это сигнал о чем? Покинули уже, можно сказать, свои посты. Ну, честно говоря, я не считаю, что это сигнал, потому что, к сожалению, не обо всем могу говорить, но по Кошкину причины совершенно иные от Якимова. То есть у Кошкина свои, как это сказать, свои проблемы специфические, и я пока не могу эти вещи озвучить в публичном режиме. А по Якимову мы сегодня с ним переговорили, и, честно, он сказал, что устал. Устал в силу чего? Возраста или невозможности изменений? Я передаю его слова, что я с 28 лет руковожу предприятиями. Я все через себя пропустил и принял для себя решение. Это не мое суждение, это то, о чем мы сегодня говорили перед круглым столом ЗАГС Собрания по теме дорожного строительства. То есть краткий разговор, буквально 30 секунд, мне тоже было интересно, да, причин. Если по Кошкину я знаю, по Якимову у меня были вопросы определенные. Причем у нас с ним достаточно конфликтные отношения. В силу того, что и тематика ЖКХ, и тематика дорожного строительства, ну мы закусывались постоянно. И вот недавно на круглом столе палаты по дорогам такая у нас была, там, риторика на грани. Ну так или иначе, там, нет, конечно, можно это оценивать как запрос на ротацию, как необходимость изменений, как там кризис, там, доверие, лояльность. Ну вот, по Якимову, во всяком случае, причина, она абсолютно объективна. Человек устал. Он имеет право уйти, там, он пересидел, грубо говоря, уже, по-моему, на год, потому что пенсионного возраста он достиг. Ну, принял решение. Кто займет этот пост, не знаю, но это очень важная должность. И человек, который на этот пост заходит, он, в определенной степени, камикадзе. Потому что и дороги, и ЖКХ, они под прицелом всех. А позиция системная, не системная, под нашим прицелом. И тут надо быть очень высоко мотивированным, чтобы идти на должность. То есть надо быть либо человеком, который хочет все поменять, и это хорошо, либо человеком, который не понимает, куда он идет. И вот этого нам точно не надо. Опять же, в силу короткой кадровой скамейки, сложно сказать, кто займет этот пост. И кем я про это спросил, он сказал, что просто не знаю. Не знаю человека, который придет там. Он сказал, что я ему не завидую. Понятная ситуация. И так вот мы с тобой плавно переходим к дорожному строительству и контролю на дорожном строительстве. Пока я ездила, такие мощные движения произошли. Все объединились в какой-то большой комитет или рабочую группу по контролю за дорожным строительством. И даже вы там есть. Расскажи, пожалуйста, что происходит. Потому что отрывочные новости мы, естественно, ну в смысле отрывочные новости, мы даем по тому, что происходит. Но хотелось бы нарисовать для наших слушателей общую картинку, что это такое общественный контроль над дорожным строительством. Да, кстати говоря, вот и новость сегодняшнего дня Дмитрий Медведев подписал документ, по которому выделяется более чем 500 миллионов на дорожное строительство в Кировской области. Но денег привалило недостаточно, но более, чем мы даже рассчитывали. И вот теперь... Это да. А теперь вопрос общественного контроля. Слово само, знаете, там осколено набило. И я на всех мероприятиях, которые в последнее время были, у меня такое особое мнение немножко по этой теме. Я вот не за общественные контроли. Я за общественное управление. Почему? Ну, контролёров, поверьте, там хватает и без нас. И любые попытки общественного контроля, даже обсуждения его, которые были и с Альбертом Запольскими, и с тем же Якимовым, они наталкиваются на то, что так у нас же всё проконтролировано. У нас же вот там акты фотографий, пятое, десятое. А я не про то говорю. Я считаю, что, во-первых, а, необходимо работать не только по тем средствам, которые окрашены, которые выделены из федерального бюджета, а вообще по всем дорогам, в том числе по дорогам, которые по ППМИ будут строиться. В Слободском 22 проекта по ППМИ, к примеру, в этом году будет реализовано, и большая часть из них про дороги. И вот эти дороги, они проблемные, потому что, к примеру, в Кирове на некоторой дороге по ППМИ устанавливались гарантийные сроки один год. В Слободском, слава Богу, там три года. Проект поддержки местных инициатив. Да. А федеральными нормативами 2003 года сроки-то установлены существенно больше. Четыре года. И вопрос приведения нормативных сроков по всем дорогам к единым понятиям. И это вопрос ЗАГСа в Иране, это вопрос губернатора, это вопрос всех муниципалитетов. Второе. Общественный контроль какой? То есть силами девяти человек, которые вошли в группу, ничего не изменит. Поэтому пришли к необходимости задействования максимально широкого круга людей, для того, чтобы информация была открыта для этих людей. Сейчас создается, знаете, набившее от коем-то словосочетание, интерактивная карта. Но реально важная вещь, на которую будут нанесены не только те участки дорог с подробной информацией, которые будут ремонтироваться в этом году, но и гарантийные дороги, которые на сегодняшний день находятся на гарантии. Участки, которые делаются, которые принимаются, они будут потом переходить в статус гарантийных. И каждый человек может зайти и посмотреть, какие участки дорог гарантийные по его населенному пункту, если он видит, что по ним бардак и беспредел, и все разрушается, и подрядчик не устраняет. А ведь во многих контрактах написано, что подрядчик сам обязан выявлять гарантийные дефекты, нонсенс, да, это пчелы против меда. Чтобы человек имел механизм сообщить об этом ответственным лицам, которые будут вынуждены в силу публичности этой информации и принимать там решения. Перед уходом на рекламу только один вопрос. На базе чего и где эта карта будет располагаться? Мы о ней говорили, кстати, в программе «Урбан», когда обсуждали дорогу. На базе ГИС Кировской области, на базе департамента информации, который есть в уластном правительстве. На сайте областного правительства можно будет найти эту карту? Есть сайт отдельно, геоинформационная система Кировской области, вот на нем эту карту можно будет найти. Мы, в свою очередь, информацию по гарантийным дорогам, она у меня есть, мы ее запрашивали, работаем с прошлого года по этой теме, и мы полностью передали всю информацию. Сейчас прервемся, после чего продолжим, напоминает особое мнение Романа Титова. Продолжается программа «Особое мнение», микрофон Светлана Занько, и напротив меня руководитель исполкома регионального штаба Общероссийского народного фронта Роман Титов. Ну, дороги такая тема, которую уж точно нужно разобрать до конца, потому что сейчас движение идет активное, и ты вошел в этот штаб по контролю за ремонтом дорог, на который нам вывалили деньги, буквально вывалили, они, конечно, недостаточно, еще раз повторяю, но действительно больше, гораздо, в разы, чем мы рассчитывали вообще в этом году. И я тебе хочу сказать следующее. Анатолий Курбатов, известный общественник, активист группы «Строем Киров», написал фост, он размещен на сайте эхокирова.ру под заголовком «Дороги и общественный контроль», вот что он пишет, он был на заседании на круглом столе общественной палате, пишет он следующее. Не хочется каркать, но все идет к тому, что народный контроль, который обсуждался на круглом столе, не будет работать в той мере, в которой заявлен. Ведь организуется он для снижения градуса недовольства среди граждан, а не для решения проблем. Народ недоволен не тем, что дороги плохие, а тем, что он за них платит немалые деньги. Акцизы на бензин, дорожный налог, эта сумма достигает 2 миллиардов ежегодно, а на дороге выделяется в разы меньше. И это не решит ни контролем, ни какими решениями областной власти. Пока губернатор должен выпрашивать каждую копейку в Москве, руки у него связаны, и решать проблему с тотальным недофинансированием ему в одиночку практически нереально. Оцени, пожалуйста, вот это мнение. Ну, я от себя скажу, что если кто-то хочет, чтобы я просто приехал, как общественник, подписал некий акт приемки по дорогам, по работам, ответственно говоря, я этого делать не буду. То есть создавать видимость и подписывать расстрельные документы, если ты не видел, как это строилось, если ты не знаешь, как проводились работы, если ты не специалист в дорожном строительстве, это нонсенс. Я почему говорю про управление, которое необходимо там? Общественник может собрать информацию там от активистов, обработать ее и говорить о том, какие есть системные недочеты в дорожном строительстве, от каких технологий стоит отойти, потому что через две недели эти технологии превращаются в ямы. А при необходимости приведения единых стандартов по гарантийным срокам на дороге общественник точно не должен быть стороной, которая просто подписывает акты. Я опасения Анатолия могу разделять, но все же я настроен на активную работу. Мы на этой неделе уже встречались и постоянно обмениваемся. Мы создали там свою внутреннюю группу, обмениваемся информацией, ребята все горят, и точно никто не хочет просто там лезть под топор и подписывать акт. Все реально хотят изменить систему. А для этого надо сделать целый ряд решений, в том числе, извините, отказаться от троллинга администрации, которые на сегодняшний день являются основной причиной ямочных ремонтов. Ну, вообще понятия такого нет, ямочный ремонт, это текущее обслуживание дорог. Ключевое, что на этот вид работ нету гарантийных обязательств. И когда мы начали разбираться, почему делают целые участки улиц именно ямками, а не картами ремонтируют, не демонтируют старое дорожное покрытие, выяснилось, что в администрации гигантское количество предписаний от ГИБДД, в том числе инициированных общественниками, которые администрации обязаны исполнить для приведения дорожного покрытия в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, и исполнить это иначе как ямками просто нельзя. Деньги на это расходуются огромные, и немалую часть вот этих вот ненавидимых народом ямочных ремонтов, она проводится по предписанию. Вопрос зачем? То есть зачем инициировать строительство того, что разрушат через две недели? Но они не могут действовать по-другому, потому что если ямам угрожает жизни автомобилиста, его автомобилю, они вынуждены... Если ямам угрожает жизни автомобилистам, неужели надо сделать тяп-ляп и без гарантий? Вот одно из другого точно не вытекает. Но я почему говорю о троллинге, потому что, ну, мой коллега по рабочей группе, там собрали они несколько сотен, ям отправили в ГИБДД... Это кого ты имеешь в виду? Виталий Абрама. Будет куча подписаний, я ему сказал, Виталий, вот отходите от этого троллинга, давайте системно работать по этим вещам, потому что мы же сами даем почву для злоупотребления последующих. Дальше там, о чем надо говорить, это необходимость открытых торгов, потому что по результатам проверки контрольно-счетной палаты региона, которые сегодня были озвучены, все торги в Кирове выигрывает одна компания по дорожному строительству, 70% этих средств уходит на субподряд. Какая компания? ГДНС. От этого надо уходить. Ребята, а для этого надо сделать всего лишь одну небольшую вещь. торговать меньшими лотами, обеспечить открытость рынка, для того, чтобы могли малые предприятия, малые предприниматели работать в рамках этого дорожного строительства. Тем более, явно на основании, если 70% по официальной информации уходит на субподряды, субподрядчики, это тот же самый малый бизнес. Зачем нам плодить посредников? Не понимаю абсолютно. Я думаю, что после соответствующих выводов, которые счетная палата сегодня озвучила, выводы сделают и муниципальные чиновники, и преемник Якимова на этом посту, но он не может не считаться с требованиями контрольных органов. Вопрос в том, чтобы по итогам этого года сформировать определенный пул, извините уж за термин, рекомендаций по типовым нарушениям, и в следующем году в рамках нового бюджета, чтобы дороги делались в регионе совершенно по-другому. Деньги закапывать мы не можем. Денег у нас нет в стране. А как ты относишься к общественным инспекторам, которых сейчас агитируют, то есть стать волонтером, стать общественным инспектором? Это сделано для чего? Для того, чтобы в силу того, что необходима определенная сетка, покрывающая все районы области, где будут проводиться дорожные работы, сделать это только силами одной группы, это как раз, знаете, обречь все на подписание актов. То есть необходимые люди, общественники, которые, пользуясь картой, информацией о ремонтированных или гарантируемых участках дорог, могли им сообщать о нарушениях. Идея хорошая, и она точно не на один год. То есть эти инспекторы, они должны и будут работать с общественной палатой, с инициативной группой и в следующий период наперед гарантии по этим дорогам. Если власти сами не выявляют участки, которые надо делать по гарантии, значит, будет помогать общественность. Ссылаясь на требования контрактов, которые обязывают подрядчиков обслуживать этот участок 3-4 года после того, как он сделан. У вас на собрании был Вячеслав Семаков, представитель администрации города Кирова. Когда вы обсуждали, наверное, вы обсуждали, как будут тратиться эти деньги, все-таки, пока еще не прозвучало, ты не сказал нам. Это все-таки, опять же, ямочный ремонт или уже сейчас будут выделены участки для капитального ремонта? Давайте разделим. Там есть три вида содержания текущие, то, что мы называем ямочным ремонтом. Ремонт, собственно, то есть это карты и капитальный ремонт. Капитального ремонта в прошлом году, по-моему, в Кирове не проводилось, боюсь ошибиться, по-моему, последний 14-м году был сделан. В этом году деньги будут потратиться на ремонт, то есть это демонтаж стародорожного покрытия участками, это зачистка основания, это монтаж нового покрытия и стоимость одного квадратного метра порядка 1200 рублей. То есть это как раз не ямки, ямки копеечные. Почему их делают? То есть это дешевый сердиц, на неделю хватит. Речь идет о том, что федеральные деньги будут тратиться только на ремонт полноценный участков дорог. Кое-где эти ремонты уже вот-вот начинаются. И я вчера по одному из участков проезжал, то есть действительно техника работает на улице Ленин, техника работает, снимает старое покрытие, готовится основание, и видимо там в ближайшее время будет асфальтировано. То есть такой ремонт, он гарантийный. На сколько лет? В зависимости от требований контракта, я еще раз вспомяну, нету единого срока гарантийного в Кировской области, хотя Министерством дорожного хозяйства, в федеральном министерстве, точнее, он установлен на разные виды работ, там от 4 лет. По контрактам, которые сейчас, по-моему, 3 года гарантии. Да, 3 года. 3 года. Это правда. Не знаю, слышал ли ты об этом, но когда к нам приезжала белорусская делегация по итогам этого приезда, Алексей Александрович Вершинин, заместитель губернатора министра, министр ведь он? Министр. Министр. Говорил о том, что у них даже возникала мысль пригласить белорусских специалистов, чтобы перенять их опыт дорожного строительства, потому что они были удивлены тому, как мы это строим, и вот, пожалуйста, перенять и перенести на нашу почву. Об этом речь как-то шла или все-таки своими силами будем справляться? Речь об этом на мероприятии не шла, но меня приезд очень порадовал, потому что на одной из передач весной мы как раз говорили, я говорил о необходимости постепенного перехода от асфальта бетона к цементу бетона, то, что во всем мире используют белорусов, именно эта технология. В Татарстане сейчас они и живы. Важно то, что стараниями моих федеральных коллег, в том числе, в начале мая в стратегии развития промышленности до 2030 года внесена как раз строка у развития сети асфальтовой, цементных заводов, именно исходя из постепенного перехода от асфальта бетона, на который гарантия 4-5 лет, до 2030, но это не значит, что к 2030 переведут, то есть там по годам расписан, и будет постепенный переход. Он не может быть быстрым даже в течение 5 лет, то есть, представьте, инфраструктура вся заточена под асфальт, бетон и вот эти технологии, но парадигма, она сломлена, в конце концов. Если в Киевской области сделают пилот, будет здорово. А есть к этому... Ну, ведь хотят привлечь белорусов. Хотят. Как это можно сделать? Вести региональные нормативы, опять же, там по закону о техрегулировании, вести региональные стандарты по автодорогам, и часть дорог начинать делать в соответствии с этими новыми нормативами, более жесткими, которые не позволяют делать покрытие такого ненадлежащего качества, как сегодня бывает. Но пока никто... Ну, пока вот все вот этой вот публикацией в СМИ ограничилось. Я, к сожалению, не знаю, не уточняю, Вершинин не присутствовал на этом мероприятии. Ну, мы зададим этот вопрос на одно из наших... В этом году мы точно ничего из бетона строить не начнем. Это совершенно технология, требующая постепенно внедрения. Лет пять должно пройти. Можно подождать. Ну, лучше сегодня начинать, чем завтра крыльями махать. Да, спасибо большое. Это было особое мнение руководителя исполкома регионального штаба Общероссийского народного фронта Романа Титова. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания.